За много лет изучения кремлёвской пропаганды нам порой начинало казаться, что отбитые пропагандисты из Останкина уже ничем не смогут удивить. Ведь все уже привыкли и к регулярным истерикам и визгам Сатана предает тебя, она вины! и к жалким угрозам Украине и всему миру. Поэтому и в Париже, и в Берлине, и в Лондоне придётся проводить не разъяснительную работу, а зачистки от нацизма. И, конечно, всякого рода информационным извращением, диким фейком, да отобранным маразмом, так сказать, коньку российской пропаганды. Женщину 47 лет, эпилептический припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту. Отволокли, автобус наблюдал за этим! Печальная история. Я вот своими глазами видела, когда подругу мою насиловали на глазах у её мужа, а потом его же и расстреляли на наших глазах. Сразу хочу сказать, данное видео фейк. И вот когда ты уже уверен, что пробить дно сильнее просто невозможно, наступает новая неделя, и так и хочется прокричать, ну как? Как это вообще возможно? В смысле, ну как им удается быть настолько лжецами и лицемерами? И чтобы не быть голословными, просто покажем вам одну из топовых новостей прошлой недели. Как говорится, смотрим и улыбаемся. И новости с пометкой «Молния» из Брянской области. Украинские диверсанты проникли в Климовский район. Теракт в Брянской области. Кто не знает, о чём речь, то мы напомним. Часть иностранного легиона ВСУ совершила вылазку в Брянскую область РФ. Русский добровольческий корпус перешёл в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь. Чем буквально подожгла все самые скрепные места пропагандистов. Ай-яй-яй, фашизм, терроризм, да как они вообще посмели. О том, что происходит в Брянской области, безусловно, терроризм, безусловно, террористическое государство. Этот самый Зеленский провоцирует, в самом деле, это не какое художественное преувеличение, ядерную войну устраивает такого рода террористические вылазки на территорию Российской Федерации. И смотреть на этот праведный гнев было просто невозможно. Милейшее, мы правильно понимаем, что когда вы въезжаете в Украину на танках, стираете в пыль города и убиваете сотни тысяч мирных жителей? Кадры из посёлка Старый Крым, где видны длинные траншеи на кладбище. Это братские магиры, тела там складывают в несколько слоёв. Это не терроризм, а наоборот спасение. Не случайно эта военная операция называется спасение. Но стоит антипутинским силам зайти на территорию РФ, и спасение превращается в терроризм. Вон сейчас Скобеева в ответ предложит НАТО бомбить. Чего может быть достаточно для нанесения удара по территории НАТО? Обнаружение, что люди, которые проникли на территорию Российской Федерации со стороны Украины, например, одеты и обуты в НАТОвское обмундирование. У этих людей, например, в руках НАТОвское оружие. Ну всё, спасайся, кто может. Ведь это был всего лишь 1488-й раз, когда наследники идеи Третьего Рейха на федеральных каналах наносили ротовой удар по странам НАТО. Один десант какой-нибудь очень музыкальной структуры, Голландия наша. Хотя лично нам куда больше понравилась инициатива военкора Сладкова, который вместо бомбардировки Парижа, Берлина и Вашингтона предложил расстрелять дома участников вылазки в Брянскую область. Операция возмездия. Назвать её «Брянский бык» и нанести удары по жилым домам всех участников этой операции. С тем учётом, что в акции участвовал русский добровольческий корпус, состоящий из граждан РФ или выходцев из России. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. Сладков, по сути, предложил российской армии бомбить свои же города. Нанести удары по жилым домам всех участников этой операции. Как говорится, даёшь калибрами по Москве. Но визги и гениальные идеи пропагандистов были не единственным позором России в этой истории. Ведь в Кремле, где весь год уверяли холопов, что граница Брянской и Курской области прочно на замке, и в полной безопасности. Брянские власти сообщили о завершении укрепления границы с Украиной. Сверхжатые сроки укрепили границу. Мышь не проскочит. Андрей Турчак. В какой-то момент решили превратить зраду в перемогу. Мол, сейчас мы, внимание, холопов с дырявой границы на типа зверства ВСУ переключим. Такс, где там распятый мальчик? Срочно собирай трусики и айда в Брянскую область. Трех лет мальчика, маленького, трусика в футболке, как Иисуса, на доску бьявления, прибыли. Правда, на первых порах у пропагандистов вышла заминка. Они банально не договорились, чтобы врать одинаково. Поэтому сердобольным россиянам сообщили. Злые фашисты зашли в Брянскую область и убили девочку прямо в школьном автобусе. Раненная украинскими диверсантами в селе Любичане девочка скончалась в больнице. Какие еще нужны доказательства зверств ВСУ? Но вот незадача. Народ требовал подробностей. А подходящей умершей девочки у ФСБшников не было. Поэтому малышку решили сначала воскресить. Девочка, раненная украинскими диверсантами в селе Любичане, выжила. А потом превратить в раненого мальчика Федора. Я чувствую в нем огромную богатырскую мощь. Один до 11-летний мальчик Федя, который побеждает, побеждает своим подвигом всю эту свору о сатаневших нацистских псов вооруженную. Это псы, это звери, это нелюди, стреляющие в детей безоружных водителей автобуса. Мрази. О, как так? Его, о ужас, якобы сразила натовская пуля. Во время кровавой расправы ранения получил и 11-летний Федя. Но, несмотря на это, он смог не только выбраться из машины, но и вытащил своих маленьких спутниц. Помог им спрятаться в лесу, а после поймал попутку. Дети благополучно добрались до школы, где Феде оказали первую медицинскую помощь, а после оттуда госпитализировали. А это уже фотография того самого Федора, якобы после операции. Извините, а где швы? Обработка раны? Левая плевральная полость? Это ж не нога и не живот. Того, что видно на скрине, достаточно, чтобы понять. Никакой операции не было. Ну, либо духовные импортозамещенные медики совершили прорыв в области медицины и силой мысли достают пули из пацанов. Мы вышли из реанимационной палаты, где до сих пор находится 11-летний Федя Симоненко. Он все еще под наблюдением врачей. Операция длилась около 4 часов и прошла успешно. Ты втираешь мне какую-то дичь. Правда, вот же незадачка. Как только серьезная операция требуется патриотам со статусом, они не едут в больницы Брянской области. А несмотря на все запреты и козни НАТО, летят спецрейсом к проклятым гейропейцам. Что как раз и случилось на прошлой неделе. Частный самолет реанимации вылетел из Германии во Внуково и обратно в Нюрнберг. СМИ пишут, что реанимационный самолет забирал Николая Расторгуева из Москвы в Германию, где этот патриот, поддерживающий войну, будет проходить лечение. Но это как? Просто улыбнуться и забыть. А важно в истории с Брянской областью то, что даже самая примитивная пропаганда так и работает. Тем временем телеграммы со словами поддержки 10-летнему Федору Симоненко летят со всей страны. В честь мальчика на Брянской телевышке зажгли подсветку со словами «Федор, ты наш герой». Народным званием прибавляются и официальные награды. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, храбрый кремовский школьник награжден медалью «Доблесть и отвага». Большинство россиян, кажется, окончательно слетели с катушек. Дар божий имя Федор значит. И поступил ты как герой. Не могут русские иначе. И просто не умеют мыслить критически. Узнав о нападении на Брянскую область, быстро собрались и решили БСУ, ГУР и СБУ признать террористами. Заплевывая камеры, визжали бабушки из отрядов Путина. Террористическая организация ИГИЛ признана терроризмом во всем мире. Точно так же надо признать эти украинские организации. Но их отдельные сверстницы так вообще показывали чудеса антифашизма. Там надо их всех у**ить. Хохлов до последних и детей у**ить. Это гниль, ее надо у**ить. Все население? Все население. Всем ясно? Даже детей украинских, оказывается, нужно убить. А украинцев всех, вплоть до младенцев, всех уничтожили. Это гниль, она распространилась, она уже... Теперь нас не любят они. Пока мы их всех не добьем, заканчивать нельзя. А потом эти черти будут глаза закатывать и рассказывать, какие они духовные, скрепные, а против них сатанисты сплотились. Сатанинские выродки! Бесы! САТАНИНСКОЕ ОТРОДИЯ! Как боженька смолвил, б**ть. Ах, да ну так пи**ал. Нормально. Нормально звучит, запомни, где-нибудь потом запишешь, пригодится. Это священная война. Мы не можем действовать как зло. И мы воюем с сатанизмом. Там, да, но они реально сатанисты, ну вот правда. Ну по-другому их никак не назовешь. Это силы тьмы. Сатанинские силы. Ну да, сатанисты. Увидите их, подойдя к зеркалу. А если вдруг плохо видно будет, то можете свое свежее творчество о необходимости уничтожения жителей Харькова зачитать. Почему Харьков нужно бомбить в три раза усерднее, чем Львов? В Харькове живут предатели и приспособленцы. Предатели своего рода с русскими фамилиями. С них спрос должен быть в три раза сильнее. Так что жалеть там некого. Наша задача сломать их жизни, чтобы другим повадно не было. Но кивать на него или сумасшедшую бабку смысла особого нет. Им же идеи об истреблении городов и убийстве детей регулярно из телевизора подбрасывали. Взяли бы Харьков. Ясно, что там основной центр логистики и центр обеспечения. Снести нахрен с лица земли, если надо. Это Николаев? Так уничтожить Николаев. А прям топить таких надо было в присыне. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей. Топить. Сказал, что, так сказать, обоскали оккупировали. И сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. И миллионы сидели и кивали. Такие, знаете, антифашисты, которым нравится детей топить и сжигать. А там каждая, значит, изба называется Сморякова хата. И вот прям в эту Сморякову хату прям забивать и сжечь. А еще им нравится, когда дети без света и тепла зимой страдают. Будет прилетать. Я очень надеюсь, что много, часто, жестко и беспощадно. Потому что вы этого заслужили. Нам надо сделать так, чтобы Украина вынуждена была бы отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу. И пусть эта Европа решает эти проблемы. Правда, этот сценарий у России не вышел. О чем на всю Ивановскую показательно сожалел депутат Журавлев. Сволочь, в Европе не замерзли. И так же, как и в СУшнике, собственно, тоже. То есть генерал Мороз не справился с своей задачей. А другой депутат Гурулев требовал устроить ковровые бомбардировки украинских городов авиации, чтобы хоть таким способом оставить украинцев без света. Сегодня, когда мы нанесли серьезный удар по энергетике, ну в Киеве почему-то электроэнергия есть. Значит, мы не до конца нанесли. Она существует там. Надо добить. Добить надо. Причем авиации. И наносить хороший массированный авиационный удар обыкновенными бомбами. Не надо никаких дорогих. Насколько дней или часов хватит хваленой российской авиации и квалифицированных летчиков в этой авантюре, Гурулёва, очевидно, мало волнует. Ему пофиг, какой ценой. Главное — реализовать свои маниакальные фантазии. И это, друзья, и есть расшизм в классическом виде. Говорят, там Киев. Это мать городов русских. Да, это мать городов русских. Но если надо, чтобы от Киева остались руины, и там стоял наш флаг сверху на этих руинах, я думаю, к этому надо прийти. Так все и везде воюют. Мы почему-то с этим заморачиваемся, не поймите. Причем пропагандисты, кажется, сами до конца не понимают, насколько сильно все это мракобесие работает против России. Насколько ярко демонстрируют настоящую суть путинских прихлебателей эти визги и постоянные призывы к убийствам. Мы видим, что спонсоры украинского фашизма чувствуют себя в Киеве как дома, в абсолютной безопасности. А я правда не понимаю, почему время жизни людей на таких должностях, как президент Украины, командующий вооруженными силами Украины, министр иностранных дел Украины, еще кого-то, превышает две недели. Западу не должно быть с кем разговаривать на Украине, потому что эти люди должны жить не более двух недель. Не надо дурь городить, не надо публично показывать, что ты дурак, безграмотный. Можно любить или не любить США, НАТО или Украину. Но мало кто в мире захочет иметь что-то общее со зверевшим и осатаневшим стадом. Вот почему любое голосование на Генассамблее ООН заканчивается унижением России, где против антироссийских резолюций не голосуют ни Китай, ни большинство стран ОДКБ, ни члены БРИКС. За документ проголосовала 141 страна против 7. Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея. То есть все байки пропаганды о том, как Россию поддерживает большая часть планеты. Миллиарды людей по всей планете с надеждой смотрят на Россию, как на маяк. А нет никакой даже близко изоляции России. Нет никакой изоляции Путина. Путин является ключевым игроком. Умножается на ноль фактами. А над Путиным и членами правительства РФ открыто смеются даже в странах, которые Россия считает союзниками. Посмотрите вот на феерический позор Лаврова в Индии. Вот это и есть, ребятки, реальное отношение к вам, вашим словам и поступкам. То, что вы увидели, называется мем. Хотя лично нам хотелось бы, чтобы, посмеявшись, эти самые люди не просто пошли домой в хорошем настроении, а сделали что-то, чтобы помочь Украине победить. Ведь можно долго смеяться над Лавровым или показательно презирать Путина. Но чтобы их остановить, нужны совсем другие действия и методы.